Официальный визит начался с посещения Кумертаусской ТЭЦ. В конце прошлого года здесь сменился собственник. Эта ситуация обсуждалась на уровне главы республики. Новый владелец выполнил все поставленные перед ним условия. На предприятии сохранили рабочие места, ведется подготовка к реконструкции. Убедился, что пока все обязательства, которые он брал на себя при покупке данного объекта, он выполняет. Мы услышали от него заверение о том, что предприятие будет развиваться. Те объемы и тепла, и электроэнергии, которые производит ТЭЦ, они будут реализовываться. Кроме всего, собственник планирует стать резидентом ТОССАР и открыть Кумертау новые производства, не связанные с текущей деятельностью. Рабочие места будут создаваться. Я сегодня еще говорил про это дело. В том числе, например, потребность керамической облицовочной плитки очень большая. И по Башкирии тоже мы встречались с разговариванием. Там в Подмосковье предприятие. Сейчас веду разговор о том, чтобы... Здесь построили, да? Да. Именно здесь построили цех, открыли здесь предприятие, набрали людей. В планах организация трех предприятий с созданием 700 новых рабочих мест. Далее делегация посетила Ледовую арену. Гости лично убедились, что основной этап строительно-монтажных работ завершился. Вместимость арены рассчитана на 600 посадочных мест. Финансы, которые были выделены, освоены. Это 132 миллиона рублей. Чтобы закончить строительство Ледовой арены, рабочие ждут новые этапы финансирования. По словам Владимира Нагорного, ассигнование последует. И в течение шести месяцев после получения очередного транша объект будет сдан в эксплуатацию. Делегация побывала в инновационно-производственном предприятии. Гостей на заводе встречал управляющий директор Юрий Пуставгаров. По его словам, загрузка и есть. Заказы выполняются в полном объеме. Это производство новой техники для внутреннего и внешнего рынка. И оборонзаказ по ремонту и модернизации вертолетов, ранее произведенных на КУМОПП. Еще одна точка в маршруте гостей – новый жилой квартал по улице Заслонова, где в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья построены трехэтажные многоквартирные дома. По словам жителей, произошли большие изменения. На этом месте был пустырь, а сейчас полноценный благоприятный двор с прилегающей территорией. Завершился объезд городских объектов посещением дворца угольщиков. В январе дворец был закрыт на реконструкцию. Подрядчик приступил к ремонтным работам сразу же. Сроки на работы отведены небольшие. Уже 1 июня учреждение культуры должно вновь распахнуть свои двери перед горожанами. Всего на ремонт будет потрачено около 35 миллионов рублей. Сейчас во дворце полным ходом идет замена электропроводки и замена напольного покрытия. Сейчас на объекте трудятся 19 человек. На следующей неделе к ним присоединятся еще и плиточники. Во второй половине дня Владимир Нагорный и Сергей Афонин провели прием граждан. Более десятка жителей города воспользовались возможностью задать вопросы чиновникам. Руководитель администрации главы региона и министр жилищно-коммунального хозяйства внимательно выслушали каждого. Кому-то дали советы по выходу из сложной ситуации, а чьи-то проблемы взяли под личный контроль. В завершении рабочей поездки Владимир Нагорный поделился с журналистами своими впечатлениями, которые сложились у него за время визита о нашем городе. В декабре было принято решение, что придать статус территории, опережающей социально-экономическое развитие города. Всего-таки в Российской Федерации 11 из них два города из нашей республики. То есть вы сами понимаете, что пройти конкурс дорогого стоит. Ну, собственно, вот это пока будет такая оценка, что действительно это большая заслуга администрации города, что наш город Кумертау вошел в этот список. И, конечно же, мы все надеемся, даже уверены, на уровне правительства, глава республики, а потом сейчас говорит, что вот это решение даст возможность развить, продолжать развивать город Кумертау. Константин Меркушев, Амир Кедрасов, Владимир Кузьмин, Телекомпания АРИС.